В эфире «Итоги недели» программа актуальных и политических событий на канале Кнесет. С вами Нола Ви. Здравствуйте. 33-й день войны «Железные мечи». ЦАЛ окружил город Газа и ведет бои в центре города. Нетаньяу заявил, что прекращение огня невозможно до возвращения заложников. Итоги недели мы подведем с военным корреспондентом новостей недели Давидом Шарпом. Резкий рост антисемитизма в мире на фоне войны с Хамасом в США, Франции, Канаде, Великобритании. Пропаганда насилия в социальных сетях. Обсудим ситуацию с доктором Кириллом Феферманом, старшим преподавателем факультета еврейской истории Ариэльского университета и специалистом по истории Холокоста и антисемитизму. 32-летний Алекс Лобанов – один из 240 заложников, удерживаемых в плену Хамасом. Оксана Лобанова, мать Алекса, расскажет о том, что известно о его судьбе. А также расширена программа помощи предприятиям, пострадавшим от войны, до 40-километрового радиуса от границы с Газой, включая Бершеву и Аждот, подвергающихся ежедневным обстрелам. Подробности мы узнаем у замера Аждота Элинахта. Начинаем. 33-й день войны. Железные мечи. ЦАЛ окружил город Газой и ведет бои в центре города. Хизбалла обстреляла североголландских высот. ЦАЛ нанес ответный удар по боевикам в Южном Ливане. Давид Шарп, военный корреспондент новостей недели. Здравствуйте. Здравствуйте, НО. Давайте начнем, наверное, с оценки текущей ситуации по двум направлениям. На юге и на севере. На юге армия продолжает не давать по понятным причинам слишком много конкретной информации. В общих чертах, однако, можно сказать, что в генштабе и в командовании Южным округом удовлетворены ее ходом. То есть все идет по плану, если мы говорим о продвижении. А потери, несмотря на то, что они тяжелые, в какой-то мере даже удивили оптимистов. Я имею в виду в лучшую сторону. Ожидали многие худших вариантов. Окружение города завершено, и армия продвигается к тем или иным важным объектам, в том числе и в центре города. Сопровождается это, конечно, очень ожесточенным сопротивлением боевиков. А с другой стороны, продвижение достаточно осторожное. Необходимо понимать, что исходят из предпосылки о наличии вокруг сплошных минных ловушек. И опять-таки, те же самые туннели. Слишком быстрое продвижение может привести к тому, что в тыл тебе будут регулярно заходить с соответствующими негативными результатами. И когда в генштабе шел спор, стараться ли продвигаться быстро или более осторожный вариант предпочесть, то предпочли именно его, предпочли его умышленно. Это что касается юга. Ну а на севере продолжается такое контролируемое противостояние с потенциалом серьезной эскалации. Последние дни мы как раз видели, после того, как в Ливане под удар армии, в ответный удар, кстати, в том числе на гибель гражданского лица на севере страны, попала машина с местными жителями ливанских. И Хизбалла решила отомстить, взяла на себя ответственность, впервые это произошло, на разоракетные, два ракетных удара по Кириад-Шмане. До этого Хизбалла разделяла обязанности с Хамасом и исламским джигадом. Те брали ответственность на себя за удары по гражданским. Хизбалла предпочитала военным. Вот тут Хизбалла подняла планку. Ну и Хамас, который, по сути, действует в четкой согласованности с Хизбаллой, обстрелял север Израиля даже на большую глубину, чем раньше. Впервые в крае звучала тревога. Я только напомню о том, что этому предшествовала речь Хасана Насралы, который заявил, что много чего он сказал, но при этом можно было понять из его речи, что, по крайней мере, на этом этапе Хизбалла не ввязывается в эту войну. В случае с речей с Хасаном Насралой как раз произошел классический пример того, что можно обозначить, как гора родила мышь. Я даже слегка удивился задним числом тем анонсам, которые пиарщики Хизбаллы давали этой речи. И, в общем-то, поэтому из-за того, что он ничего не сказал сверхъестественного, над ним потом было немало насмешек со стороны противников Хизбаллы. Однако насмешки... Тем не смеяться не над чем. Мы знаем, что у нас очень существенный враг на северной границе. И на данный момент, по крайней мере, на данный момент там сохраняется определенный статус-кво. Это все верно. Но насмешки как раз были со стороны противников Хизбаллы в Ливане и в арабском мире. Со стороны Израиля, конечно же, это не особенно уместно. Угроза сохраняется. И вот тот пример подъема планки со стороны Хизбаллы и Хамаса, который имел в ходе последних дней, когда были обстрелы, это яркая иллюстрация того, что может произойти даже неконтролируемая эскалация. Когда одна из сторон наносит другой более весомые потери или что-то в этом роде. Поэтому потенциал сохраняется. Это не говоря уже о возможном решении Тегерана и Хизбаллы решиться на большую войну, если они почувствуют, что Хамас надо спасать. Но пока они на этот шаг не пошли, в том числе понимая катастрофические последствия, которые ждут Хизбаллу и Ливан. Ну и, видимо, взяты в расчет угрозы со стороны Соединенных Штатов тоже. Дэвид, президент США Джо Байден признался, что он попросил Израиль, признался, сообщил публично, что он попросил Израиля сделать перерыв в боевых действиях на несколько суток и что он до сих пор ждет ответа от Нитиньяу. Нитиньяу обратился к нации, надо сказать, что он сделал это отдельно от Ганца и Галланта. Все сделали это отдельно, что тоже не внушает большую уверенность народу в том, что все решения принимаются совместно. Но, тем не менее, Нитиньяу заявил, что без возвращения заложников о прекращении огня, даже временном, говорить нечего. Насколько давление США увеличивается в связи с тем, что мы видим, что внутри США увеличивается и давление на самого Байдена? Давление со стороны США увеличивается. И тот факт, что президент США рассказал о том, что он предложил, и что это речь идет о нем на минутку трех днях, это фактор показательный. Ну, надо сказать, что речь идет об очевидной попытке создать помехи Израилю в нормальном ведении операции. Три дня прекращения огня – это очень и очень серьезный удар по продолжению боевых действий, если это вступит в силу. Тут не может быть никаких сомнений. Хамас использует это время для того, чтобы восстановить очень многое из утраченного, улучшить управление войсками, частично нарушенное. Чего только он не сможет сделать. И все это, по сути, ни за что. Потому что от лица Байдена было предложено, что Хамас освободит мизерное количество заложников, а затем будет заниматься каким-то три дня составлением списка и выяснением местонахождения заложников, что откровенная чушь, потому что Хамас это все прекрасно знает и так. То есть, если за месяц небольшим Хамас не смог выяснить, у кого еще находятся заложники, то явно он не сделает это за три дня. Тем более, что в течение этого месяца масштабная операция была сухопутная всего лишь полторы недели. В общем, налицо вот такая вот попытка очень сильно надавить на Израиль и связать руки. И это серьезная опасность. Потому что если будет трехдневное прекращение огня без, в самом деле, масштабного освобождения заложников, что можете себе представить, что будет дальше, когда, допустим, возобновят операцию уже в худших условиях, через несколько дней будут новые идеи, и таким образом операция окажется под серьезной угрозой. «Уступать этому, по идее, нельзя». Ну, судя по речи Нетаньяу, по крайней мере, военное и политическое руководство страны на данный момент об этом речи не идет. Будем следить за развитием событий. Давид Шарп, «Военкор. Новости недели». Спасибо большое. Спасибо и вам. В числе 240 заложников, находящихся в плену Хамаса, и 32-летний Алекс Лобанов. Алекс работал на музыкальном фестивале «Нова» в Кибуцареим, куда ворвались вооруженные террористы и начали резню. С нами на связи его мать Оксана. Здравствуйте, Оксана. Здравствуйте. Что известно на данный момент о судьбе Алекса, когда вы с ним разговаривали в последний раз? Мы разговаривали в последний раз, 7-го числа, ровно в 7 часов утра, потому что мы живем в Ашкелоне. У нас начались сильные обстрелы. Мы знали, что он работает где-то, а мы стали ему звонить. «Саша, где ты? Что ты, сынок?» Он сказал, что мы не беспокоились, что все хорошо, 52 секунды длился разговор. Сказал, что он там в армии, в старой армии из полиции, чтобы мы не переживали. Мы пошли сразу в комнату безопасности, потому что у нас были сильные обстрелы. И как вы понимаете, что там происходит? Кто вам сообщает о том, что Саша находится в числе похищенных? Как вы это узнаете? Саша женат, у него есть ребенку 2 года. Мы живем недалеко друг от друга, буквально 150 метров. Мы позвонила невестка, потому что проснулся внук, маленький ребенок. И были обстрелы, мы сразу пошли, прям под обстрелами. Но это было, правда, не сразу, это было где-то часов 9. Мы пошли к ним. И связи уже с Сашей нет, то есть он уже не отвечает на сообщения? Больше и больше мы звонили на телефон. До 3 часов телефон работал, на него шли звонки, вызовы. Потом мы поняли, что там села батарейка, нам никто не отвечал. Мы не знали, где он, что он. Мы искали среди похищенных, не похищенных, среди тех, кто выжили, тех, кто убежали. Мы искали, мы звонили в больницу, в македы, которые нельзя было практически дозвониться в первые дни. Это было связано еще с тем, что мы были четверо. Я муж, невестка и маленький ребенок двух лет, который боится обстрелов точно так же, как и любой нормальный, любой взрослый человек, даже больше. Мы сидели в бетахон, в комнате этой безопасности и не понимали вообще, что происходит. В какой момент вы узнаете и как вы узнаете о том, что Алекс числится похищенным в заложниках? Мы узнали, мы сначала... Мы стали предполагать это на пятый, на шестой день, потому что его нигде не было. Мы понимали... То есть никакой официальной информации у вас не было, никто с вами не связывался? Никакой информации, нет, никто с нами не связывался, никто в двери не позвонил, никто не отвечал ни на какие телефоны, вообще ничего. Мы не знали ничего. Мы же были в вакууме под обстрелами. Вот, мы не могли выйти из квартиры, понятно. Потом мы стали предполагать, мы обратились в полицию, мы сдали на третий день, когда объявили по телевизору, мы сдали тест на ДНК, привезли его вещи в полицию. Вот. И все, это был единственный выход наш за неделю из дома. Больше мы из дома практически... Никаких видеосвидетельств, ничего другого о том, что он действительно похищен в газу, нет? Были показания, не показания, а рассказы тех, кто были на фестивале и выжили. Они рассказывали, что происходило приблизительно. И мы только могли предполагать это. Мы понимали, я понимала, вот лично я понимала, что он бежал в ту часть, в Яра Берри туда, в лес Берри. Он туда бежал с группой ребят. И что это не машины, что не может быть его тело в сожженных домах или что-то еще. Мы ждали опознания, мы ждали еще что-то. И только спустя почти две недели нам сообщили. Официально пришли военные и сказали, что Саша находится в газе, что он в заложниках. Расскажите немножко о Саше, о его работе, о его семье. Оксана, мы все понимаем и поддерживаем вас, разумеется, от всего сердца. Ждем возвращения Саши из газа вместе со всеми заложниками. Самый лучший сын в мире. Самый лучший. Такими детьми, как говорится, можно гордиться. Такими гражданами, такими людьми. Потому что с открытым сердцем, добрый, абсолютно искренний всегда. Он всегда никогда не правду любил говорить. У него, он любил людей, очень любил людей. Поэтому, когда он выбрал профессию и сказал, что я буду барменом, я сказала все, что, как мама, сказала все, что ты не делаешь в жизни, я буду приветствовать. Потому что ты мой сын и я рада любому. Я тебя плохому никогда в жизни не учила. И он сказал, я так люблю, меня такое удовольствие заставляет, когда я делаю и руины какие-то, когда я вижу, что люди счастливы на этих праздниках. Я так счастлив, что я могу доставлять людям радость. И я как бы, как мама, отчасти гордилась тем, что он никогда не пройдет мимо кошечки какой-то. мимо человека, который попал в беду или что-то еще. Он очень умный парень. Любил музыку, он учился когда-то в консерватории. Ну, здесь продолжал учил его. В Ашкелоне. Оксана, вы сейчас сами находитесь в Ашкелоне, или же вы все-таки эвакуировались из города, который... У нас слышно, у нас очень слышно, да, у нас слышно очень сильно. Понятно, что мы не только из-за этого, мы не спим, мы не можем кушать, мы не можем ни о чем другом думать. Все эти дни мы только вот сидишь и думаешь, что где твой ребенок, что с ним, почему все эти вопросы они не отпускают. Саша женат, у него ребенку два года, и беременная жена, Михаил. Алекс Лобанов, Саша Лобанов и вся его семья ждет его возвращения вместе с нами, со всеми израильтянами, которые тоже ждут. Мы требуем у нашего правительства, у всего мира мы требуем, верните наших детей домой. Верните, пожалуйста, верните вы. Делайте, что хотите, как хотите, верните наших детей домой. Оксана Лобанова, мама Алекса Лобанова, одного из 240, безумная цифра, 240 заложников, которые находятся у Хамаса. Оксана, наше сердце с вами, обнимаем вас от своей души. Оксана Лобанова. Разбитое сердце, душа все разбито, вся жизнь. Это невозможно, невозможно ни понять, ни принять. Оксана Лобанова, мы же с вами вместе надеемся на скорое возвращение Саши и всех остальных заложников, которые удерживаются Хамасом в Газе. Спасибо большое, берегите себя. Спасибо. Резкий рост антисемитизма в мире. В Калифорнии еврей получил тяжелые травмы и умер после столкновения с пропалестинскими активистами. В Канаде попытка поджечь синагогу. Во Франции зафиксировали сотни случаев проявления антисемитизма с 7 октября. Доктор Кирилл Феферман, старший преподаватель факультета еврейской истории Арельского университета и специалист по истории Холокоста и антисемитизма. Здравствуйте. Добрый день. Пожалуй, это можно назвать беспрецедентным разгулом антисемитских настроений в мире. Связан ли он исключительно с операцией в Газе? Или же эти настроения подогреваются, скажем так, в том числе и проплаченными акциями? Да, беспрецедентно. Да, такое совершенно неожиданно, можно сказать. С другой стороны, у людей, которые отслеживают это явление, конечно, есть готовые ответы, как кто. Все это было уже до поверхности, и нужен был только случай, который позволит всем этим эмоциям выплеснуться. Я бы сказал, что важнейшим показателем вот таких массовых акций, неконтролируемых акций, которые, в общем-то, показывают и бессилие полиции, бессилие правоохранительных органов, это, конечно, наплыв эмигрантов с Ближнего Востока, которые дают массу, так сказать, массу участников, массу участников беспорядка, в том числе и проявление насилия по отношению к евреям, по отношению к синагогам, и даже нападения на прохожих, которые не полностью солидаризируются с ними. Я уже не говорю про то, что нападение на полицию идет. Не то, чтобы эти настроения не присутствовали и в западном обществе. Они, безусловно, присутствуют в кругах академической элиты, студенчества, подогреваются прессой в той или иной степени. Но все-таки, мне кажется, в них больше заложен вот этот, так сказать, элемент уважения перед стражами закона и, так сказать, тогда, как люди, приехавшие из Ближнего Востока. Для них это играет куда меньшую роль. Они воспитаны в другой культуре совершенно. И их солидарность, скажем, с братьями по вере, она, в общем-то, прорывает все эти барьеры. И в результате у нас создаются впечатления, и они дают массу. Вокруг них группируется огромное количество вот этих самых людей, которые, вероятно, сами по себе вели бы себя куда более осторожно. Поэтому у нас в глазах вот эта картинка, которая, безусловно, она, я бы сказал, подогревается телевидением и средствами массовой информации, потому что, действительно, гигантское событие, массовое нарушение порядка, даже если говорить чисто, так сказать, таким судебным, сухим языком нарушение порядка и, в общем-то, при достаточно сочувственном отношении прессы. Ну и, я бы сказал, в таких странах, например, как Англия, это, безусловно, еще и бессилие полиции. А в таких странах, как Америка, да, тоже можно сказать, что полиция предпочитает при прочих равных не вмешиваться в полицию, университетские власти. И очень много всего сошлось, так сказать, звезды, если хотите, сошлись самым неблагоприятным образом, чтобы все это выплеснулось. Ну, конечно, процессы давно, так сказать, давно уже назревали. И, конечно, надо сказать, что основной элемент это вот такой религиозно-этнический, плюс левый, совсем мало видно правых демонстрантов, правых таких неонацистского толка. И это, так сказать, не то, чтобы они не присутствуют, не то, чтобы они одобряют, но они в тени. Это не их час, назовем это так. Это не их час, безусловно. Даже если они симпатизируются в глубине души, с теми или иными лозунгами, это не их час, и это не их группы поддержки. Доктор Феферман, а как вы оцениваете вообще ситуацию с тем, что это явление может еще больше расшириться, и вообще остались ли, не хочется говорить громкими словами, но остались ли безопасные страны для евреев? Очень интересный, хороший вопрос, правильный. Если мы посмотрим сейчас страны, в которых идут демонстрации в пользу Израиля, поддерживающие право Израиля на существование, такое элементарное право, это и причем, так сказать, где нет контрдемонстрации, это прежде всего восточная Европа. Такие страны, как Чехия, такие страны, как... В первую очередь, это Чехия, я бы сказал. Есть некоторое количество христианских групп в Западной Европе, но, конечно, они не дают массу, они не дают численность. И есть, я бы сказал, достаточно сочувственное отношение, судя по вот разным таким показателям, как, например, вывешивание израильских флагов, в таких странах, как Литва. Поэтому, и, конечно, вот что можно сказать про эти страны? Относительно, так сказать, я бы сказал, нейтрально сочувствующие отношения, может быть, в такой стране, как Венгрия, Словакия. Что можно сказать, если вот мы смотрим на профиль этих стран, на фоне, скажем, профиля западноевропейских стран, где все это прорывается? Конечно, я бы сказал, что... Прорывается, скажем, вопреки официальной позиции таких стран, как Германия, например, которая всячески поддерживает Израиль, но тем не менее. Да, 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 совершенно верно. Вот основное, основное различие вот этих стран из Восточной Европы, это массовая эмиграция из Ближнего Востока. При том, что я бы сказал, что исторически у Израиля, у еврейского народа масса вопросов и масса претензий исторически оправданных к народам из стран Восточной Европы. Вот, однако, вот на рубеже 2023 года водораздел проходит по другим границам. Проходит по другим границам. И напоследок вопрос действительно о том, что происходит в социальных сетях. Я думаю, что вы это тоже наблюдаете. Манипуляция общественным мнением, разумеется, этому способствует. И то бездействие, которое на официальном уровне в первые недели, как минимум, происходило в сфере то, что называется public diplomacy, а именно азбара в русском. Сложно найти подходящее выражение. Выражение, наверное, это разъяснительная работа. Да, не хочется использовать слово пропаганда. Насколько действительно сейчас вы наблюдаете, что ситуация сбалансировалась? Поначалу мы говорили о том, что в основном частные инициативы, израильские знаменитости взяли на себя эту функцию рассказывать о том, что произошло в Израиле. Насколько сейчас действительно ситуация хотя бы каким-то образом более стабильна? В каких-то социальных сетях она стабилизировалась, в том числе и потому, что руководство этих социальных сетей, те структуры, которые пытаются регулировать содержательную часть, они пытаются фильтровать. Это не значит, что симпатии качнулись в нашу сторону. А в каких-то социальных сетях явный перекос в сторону про хамасовских симпатий, например, ТикТок, исследователи, которые отслеживают это явление, считают, что это связано с тем, что сеть китайская, и китайское правительство молчаливо допускает вот это явление, потому что это отражает его собственную позицию. И тут можно говорить много еще о Басии, какие еще страны там в ней участвуют, например, Россия. Война идет по очень многим вот этим фронтам, в том числе и, так скажем, непрепятствование чему-то. Это тоже, в общем-то, вполне определенная позиция в наше время. Разумеется. И она приводит к определенным последствиям, которые мы наблюдали в различных местах, в том числе, например, в Дагестане мы наблюдали ситуацию, которая просто вышла за рамки вообще всего, чего можно было представить. Доктор Кирилл Феферман, старший преподаватель факультета еврейской истории Риэльского университета, специалист по истории Холокоста и антисемитизма. Спасибо большое. Спасибо большое, чтобы лучшие дни у нас были. Да, наступят лучшие дни, будем их ждать. Спасибо. Да, спасибо. До свидания. В начале недели министр финансов Смодрич заявил о расширении программы помощи предприятиям, пострадавшим от войны, с 20 до 40 километров от сектора газа. Благодаря этому компенсацию за потерю дохода смогут получить предприятия и в Бершеве, и в Аждоде. С нами на связи заммэра Аждода Элинахт. Здравствуйте. Добрый день. Город в условиях постоянных обстрелов. Многие ли жители эвакуировались? И как действительно обстоит ситуация в сфере бизнесов, которые несут убытки с начала войны? Прошел месяц. Я вам расскажу про город, а потом расскажу, куда быть со вчерашнего дня, где я нахожусь и чем я в том смысле занимаюсь. Ну, город на сегодняшний момент действительно ситуация такая, что возвращаемся в какую-то чрезвычайную нормализацию, если можно, вот такое сочетание слов вместе, да. Старшоклассники уже возвращаются в школу, также ожидается и классы седьмое, восьмое, восьмое классы тоже вернутся в ближайшие дни были получены указания службы тыла, главнокомандующего службы тыла, который был вчера в Аждоде, также преми-министр Израиля Натаньяу. Действительно, есть с одной стороны решение по поводу полнейшей компенсации и внесения Аждода, так же, как и Баршеву, численность тех городов, которые получат полную компенсацию. И это, в том числе, заслуга нашего горсовета, который искренне настаивал и лоббировал этот вопрос, довольно устойчиво. Но, конечно же, многие бизнесы очень скептически к этому относятся, особенно сегодня, когда большинство из них закрыты и непонятно, когда действительно получат эти компенсации и эти деньги. Мы понимаем, что бюрократические машины работают медленно, а пока они, как говорится, смогут произвести все эти платежи. Конечно же, владельцы бизнесов, а также их рабочие, которые тоже зависят от этого бизнеса и от этих компенсаций, находятся в таком непонятном положении, не понимая, когда и чего ожидать. Да, разумеется, есть и есть и меры, которые предпринимают Банк Израиля. Распорядился тоже о льготах для жителей городов, которые сейчас в большинстве банков это включают, в том числе и 40-километровую зону с Аждодом и Бершевой внутри и для частных лиц, а не предпринимателей. Но у нас тут возник вопрос о том, где вы находитесь и по какому делу вы туда направились? Я именно сейчас, я со вчерашнего дня нахожусь в Италии и буду не только в Италии, по просьбе МИДа, министра странных дел, именно по той разъяснительной работе, о которой вы говорили с предыдущим участником вашей передачи. Я вчера вечером выступал на Sky News, итальянское телевидение, это, скажем, их самое основное телевидение, на самый рейтинговый вечерний шоу, где действительно были очень множество вопросов, связанные с положением в Израиле, в том числе и обстрельных городов, как Аждод, и какое ожидание у нас, как граждан Израиля. И я собираюсь направиться в несколько столиц Европы, и в Заград, и в Белгород, и в Милану, где я сейчас нахожусь, и в другие места, с помощью в том числе наших посольств. Я вчера был также, участвовал в очень большом мероприятии, в большой синагоге в Милану, в нашим посольствам, где отмечали месяц, как это называть, 7-го, 10-го. Месяц чудовищного нападения на мирных жителей, вследствие которого погибло 1400 человек, 240 заложников находятся в Газе на данный момент, и об этом мир должен знать, не забывать об этом ни на секунду. И на фоне того, о чем мы говорили с предыдущим нашим гостем, мы можем только пожелать вам быть осторожнее, беречь себя на фоне антисемитских акций. Я вам хочу сказать, что вчера, только одно слово скажу, что вчера в синагоге, когда мы делали это большое мероприятие, нас охраняла не полиция, нас охраняла армия, целая армия злот фахтами, вы понимаете? В Италии армия охраняет представителей Израиля во время мемориального мероприятия в честь, не в честь, а, к сожалению, для того, чтобы отметить это в память об этом ужасном событии, память, которая на данный момент является просто продолжением одного этого длинного дня, для нас это, конечно, не память, это просто продолжение одного дня, который длится уже больше месяца и никак не заканчивается. Элинахт, замераж Дода, спасибо большое. Спасибо вам. На этом наша программа подошла к концу. За последними событиями в израильской политике следите на страницах канала КНЕСОТ в социальных сетях. Мы встретимся ровно через неделю. Всего наилучшего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok